Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Православие. Русская литература». И сегодня с профессором-доктором наук Александром Николаевичем Уженковым и с кандидатом филологических наук Екатериной Владимировной Ягненко мы поговорим о Карамзине. «Бедная Лиза» — это XVIII век. Мы уже, Александр Николаевич, давал характеристику и времени, и литературе. Ну вот конкретно это произведение. Оно, конечно же, отличается от традиций и древнерусской литературы, да и державенской литературы. Оно стоит особняком. Это такой водораздел, за которым начинается уже заимствование. И поэтому в этом контексте, конечно же, не случайно Евгений Онегин и все остальные заимствования и подражания зарубежным западным литераторам. Некогда в окрестностях Москвы жила юная девушка Лиза со своей старушкой-матерью. После смерти кормильца жена и дочь обнищали. Тогда девушке пришлось трудиться день и ночь. Она прила холсты, вязала чулки, а весной собирала цветы и продавала их в Москве. Александр Николаевич, в чем особенность этого произведения? Ну, прежде чем мы будем говорить об особенностях этого произведения, я бы хотел бы еще обратить внимание на одно существенное обстоятельство, которое, как мне кажется, сыграло значительную роль вообще в развитии всерусской литературы, ну, даже классической 19 века. Смотрите, если в Западной Европе вот эти литературные направления, там, классицизм, сентиментализм, романтизм, они сменяли друг друга в борьбе друг с другом, то у нас получилось как-то так в одночасье, что в конце 18-го, начало 19-го века сошлись и сторонники классицизма, тот же Державин, и сторонники уже сентиментализма, тот же, так сказать, вот Карамзин, о котором мы говорим, и Жуковский, это уже романтик. И получается так, что вот некий такой симбиозм, если на Западе все это отличалось, и вот не дай Бог переступить в стан врага, то здесь у нас, да, вот наоборот, они друг друга, потому что они дружили, они друг друга хорошо знали, да, ну, тот же Карамзин и Жуковский, и Пушкина взращивали, да. Поэтому тоже сначала романтик, точнее, сначала классициста, потом, так сказать, романтика, вот можно и посмотреть, как все это происходит. Потому что православная вера давлела. А то мы речь, потому что основа, стержень-то какой, понимаешь? А там форма, ну, ребят, ну, ладно, ну, ты любишь эту форму классицизма, да, пожалуйста, там в Соскосерском лице, что, что начинаем сон там, да, пожалуйста, а потом к чему, да, какие-то элеги, да, пожалуйста, уже сентименталисты тут уже самые появляются. Это первое. Второе. Если мы, опять же-таки, посмотрим, ну, такой, ну, истинных классицистов, так они же прозу на дух не переносили, да. А что такое сентиментализм? Это прежде всего проза, это прежде всего повесть, это прежде всего роман. Почему? Потому что чувства-то можно выразить в большей степени именно в прозаических сочинениях. И если мы посмотрим на те же французские или английские сентиментальные романы, это что? Это переписка, любовная переписка героев. Почему Татьяна Ларина-то пишет письмо первого Евгения? Да потому что она воспитана на этих сентиментальных романах. Вот и всё. То есть, а, если в книге так пишутся, так и я так же буду. И вот это переплетение формы, да, вот различные формы, различные пристрастия, кто какую выбирает, но самое главное – это содержание. И вот когда мы уже теперь уже можем обратиться к этому замечательному сочинению Каравзина, «Бедная Лиза», имевшее, ну, просто невероятную популярность, повесть была опубликована в 1792 году в журнале «Московский журнал», который издавал сам Карамзин. И тут же, сразу же, уже в конце 18 века, начале 19 века появляется подражание. Там, скажем, в 801 году выходит повесть «Бедная Маша» Измайлова и обольщённая Генриета Свичинского. В 803 году анонимная повесть «Несчастная Маргарита». Затем последует история бедной Марии Брусилова, бедная Лилия Поповы, несчастная Лиза Долгорукова и так далее, и так далее. То есть, свидетельство о том, что… Зашлась по краям. Да. Ну, невероятно. Она переиздавалась в журнале шесть раз и трижды, ещё в 18 веке, трижды отдельной книжкой. А почему? О, очень хороший вопрос. Вот это самое главное. Мне нужно было заинтриговать, чтобы этот вопрос прозвучал. А ответ очень простой. И крестьянки любить могут. Потому что Карамзин первым, кто опустился до этого уровня, до постового народа. А потом барышня-крестьянка Пушкина. А потом уже всё последующее будет. Потому что сентиментализм – это передача чувств, это внутренний мир человека, его переживаний. Это первое, самое главное. Потому что вот как выразить чувства героини, как всё это объяснить. Ну и потом для России в русской жизни не так, как в Англии, вот и все эти сословные преграды, у нас они нарушались. Барышня-крестьянка, конечно. То есть, можно и в ту, и в другую сторону. Это вот первое. А вот второе, на что бы я хотел бы, наверное, сегодня обратить внимание, это соблюдение тех же самых древнерусских традиций, которые отражаются в этой повести. Они незаметны. Но это, собственно, и есть мастерство писателя. Почему? Потому что это первое сочинение, это уже действительно сочинение, потому что, ну как Пушкин себя называл, он называл себя сочинителем. Сочинителем, да. Это первое сочинение, в котором отражается учение прелоги. Что такое учение прелоги? Это ещё когда-то Иоанн Лествичник в своей знаменитой Лествице описал пять стадий развития греха. Как развивается грех в человеке. Ну а потом и другие святые отцы, и Филофей, и Синаид, и Григорий Синаид, и богасов Пётд Дамаскин, они разрабатывали это учение. И у нас на Руси тоже был Нилсурский. Это святой 15 века монах. Ну вот мы знаем, снижатель, не снижатель. Или вот как раз глава нестяжателей. Он в своём уставе монастырском как раз вот это учение о прелоге или теорию прелога, там можно по-разному говорить, и обосновал. Вот для русского человека, мне кажется, вот как раз подходит именно его понимание и объяснение вот этих пять стадий развития греха. Я почему показываю на пальцах? Потому что лучше всего запоминается. И буду теперь цитировать. В мысленной брани с победами и поражениями вот преподобный Нилсурский выделяет пять стадий. Прежде прелог, затем сочетание, потом сложение, вот я хочу обратить внимание, что это пиковая точка, о ней мы будем говорить, затем пленение и страсть, ну и падение. То есть если человек пленится какой-то помыслом, значит, это уже, так сказать, попадает уже вот в страсть или, так сказать, вот в грех и так далее. И вот уже теперь давайте применим эту схему для разбора произведения. Вот прелог. Прелог, ведь сказали святые отцы, Иоанн Лесвичник, Филофейси, Анаит и иные, пишет Нилсурский, есть простой помысл или образ случившегося, вновь в сердце вносимый и объявляющий уму себя. То есть вот, смотрите, простой помысл или образ. Козиционно, да, это входит в поиск. Совершенно верно. Вот мы теперь давайте обратимся. Помните, после... В чем психологически мотивируемый? Конечно. Образ, главное образ. Да, именно, именно. Даже так сказать, хотя здесь, может быть, в меньшей степени обращается внимание, но тут и мать потрудилась, как ни странно. Мама, да. Да, то есть, понимаете, ну мы там вспомним, что 15-летняя Лиза осталась с матерью, чтобы так покормить, помочь ей. Она, не исчадя своей нежной молодости, не исчадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь, ткала холсты, вязала чулки, весной рвала цветы, а летом брала ягоды и продавала их в Москве. Ну вот, во-первых, что Карамзин сразу отмечает? Трудолюбие, красоту, ну и, опять же, такие заповеди, почитай родителей. Вот пятую заповедь, потому что она все это делает. За мамой. Да, ободится за мамой, все как и должно быть. И она как говорит, ты кормила меня свою грудью, ходила за мной, когда я была ребенком, теперь пришла моя очередь ходить за тобой. Ну, совершенно вот правильное отношение между матерью и дочерью. И может даже сложиться такое впечатление, что смысл жизни теперь, вот Лиза, это уход за матерью. Но у матери-то другой подход. Я же хочется... Она хочет улыбать ее замуж. Замуж, совершенно верно. Да и барышня уже, если это было 15 лет, то есть сейчас уже 17 лет, она как раз на выдании, то есть вот и мать по этому и говорит. Может быть, скоро сыщется добрый человек, тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю. То есть вот уже она исполнит свой материнский долг. И вот эта мысль, зароненная матерью, наверное, она не единожды это говорила, это понятно, так сказать, вот в обе ходе. Ну и, естественно, как-то закрепилась в сознании. И поэтому, когда в очередной раз Лиза, когда луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами, теперь цитирую, молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, образ, так сказать, приятного вида, встретился на улице. Она показала ему цветы и закраснелась. То есть вот уже вот тот самый мотив соблазнения, он начинается. Вот прелог. Мы видим, как зарождается тот самый прелог. То есть вот образ юноши, красавца и так далее, и так далее. И пока он еще безгреховнен, как, в общем-то, любая мысль, потому что мы много думаем, всякие разные у нас мысли посещают, мы можем от них отмахнуться, и так далее, и так далее. Но Лиза приходит домой, рассказывается матери, и смотрите, мать, как более умудренная, опытом она говорит, может быть, это какой-нибудь дурной человек, замечает мать. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку. Хотя в какой-то степени она предугадывает дальнейший ход событий. Это любил, так Пушкин делать. Лиза принялась защищать. Смотрите, то есть она, стало быть, этот образ уже приняла. То есть она уже стала на его сторону, этого юноши. Ах, нет, матушка, я этого не думаю. У него такое доброе лицо. Она ничего не знает, но образ уже сложился. Собеседование. Да, доброе лицо, такой голос. То есть она уже размышляла о молодом человеке. И получается, вот... И с этого момента она все больше будет скрывать от матери. Совершенно верно. Историю их отношений. И теперь зарождение прилога, вот Невсовский как объясняет? Тайно появляется нам. Это когда какая-либо мысль на ум человеку принесена будет, и еще само по себе оно безгрешное, и ни похвалы, ни укоризненность заслуживает, поскольку мне наша власть и невозможна, ведь чтобы не было прилога к нам вражевого помысла. Но если человек не преуспевающим в духовное делание, если он возвращается к этому помыслу, то уже происходит сочетание. То есть мысль сочетается и уже укореняется в человеке. Сочетание, объясняет преподобный Невсовский, называется диалог, диалог с явившимся страстным или бесстрастным, то есть принятие помысла. Иначе говоря, размышления о нем и собеседования с ним по нашему произволению, то есть уже начинается произволение, то есть человек уже работает с этим. И это означает обдумывание какой-либо мысли, принесенной в ум. А эти мысли уже не всегда безгрешны. То есть вот тут мы уже сейчас будем наблюдать это. Если не отсечет кто-то прилог лукавого помысла, но немного побеседует с ним, то враг прилагает усилия, чтобы он страстно о том помышлял. Вот это вот о том помышлял, то есть о кому он будет помышляться? Ну конечно будет помышлять о этом молодой человеке. Ну и собственно вот по этому сценарию и развиваются события в этой повести. То есть помните, она нарвала лучших цветов, принесла в город, долго ждала этого молодого человека, не нашла. Так не давайте, не доставайте никому. То есть она выбрасывает их в реку. Смотрите, значит уже вот то самое сочетание уже произошло, потому что ее-то сердце прикипело. А дальше еще больше развивается, потому что молодой человек, да, это уже третья стадия, я хочу показать, вот пиковая точка, это сложение или сосложение, говорят святые отцы. Пиковая точка это настолько укореняется помыслом в сознании, что человек не просто с ним собеседует, а он уже сложился и предопределяет определенные действия. Вот на этой пиковой точке монахи в монастыре каются в своих помыслах, потому что она действительно пиковая, потому что можно свалиться сюда дальше. Вот почему? Потому что что такое покаяние? Это метамное, да, по-гречески, перемена ума, перемена сознания. То есть покаялся, вот покаяние, да, возвращается с исходной с точки. Не покаялся, значит все это падает. И вот и падение. Так вот, вот это вот сочетание с помыслом, когда уже слагается, есть услождающее склонение души к явившемуся помыслу или образу. Это происходит, когда кто-то, принимая помыслы или образы, врагом представляемые с ними мысленная беседа, чуть-чуть согласится в мысли своей, что было так, как говорит вражий помысл. И вот, собственно, мы и наблюдаем, как все это происходит в этой повести. Смотрите, когда вот раз, первый раз появляется у них дома, да, и когда матушка говорит, а какой приятный молодой человек, то есть, смотрите, она же способствует этому укоренению, этого помысла. вот если бы у тебя жених был такой, да, то есть, еще раз укоренение, то есть, вот, по сути дела, мать способствует тому, чтобы, да, этот помысл складывался у бедной Лизы. И вот, когда вот это, ну, и мать говорит, так сказать, она об этом думает, и когда уже все, вот пиковая точка, да, она спать не может, рано утром выходит на берег, реки там смотрит, пастушок идет, гонит своих овец, и она подумала, это хорошо бы, если бы вот, так сказать, раз, бы бы вот таким пастушком, да, тогда его позвала бы, сказала, зачем тебе куда-то идти, вот тут, вот зеленая трава, зачем куда-то опция, он бы на свиреле там что-то сыграл. Здесь как раз сентиментализм и явлен. Именно, с этими вздохами, ох, абсолютно верно, и вот, понимаете, у нее все это, и он бы остановился, может быть, так сказать, взял бы, взглянул бы на меня с видом ласкового, взял бы, может быть, за руку мою мечта, мечта или соблазн, понимаете, мечта, мечта и соблазн, именно, нет, нет, граница, граница очень, о том и речи, так это мечта, говорит Карамзин, то есть он четко говорит, вот мечта, но это уже значит соблазн, и что происходит, и вдруг, весла, плеск, весел, да, так сказать, и появляется разум, все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха, она встала, хотела бы найти, не могла, и раз выскочил на берег, подошел к Лизе, и мечта ее части исполнилась, ибо он взглянул на нее с видим ласковым, взял ее за руку, отточая, да, а Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем, не могла отнять у нее руки, не могла отворотиться, когда он приближался к ней с крозовыми губами своими, ах, он поцеловал ее, да, то, чего так сильно хотелось, то есть сказать, вот она, мечта эта обретает уже конкретное воплощение. Ну и как он владеет композицией, ведь Лиза бросила в воду реки цветы, и раз тоже приплыл по реке, то есть соединение произошло. Конечно, да, конечно, здесь вот таких деталей, ну, просто у нас время не позволяет, а на самом деле, вот этот поезд действительно очень много, сейчас очень продуманное, то, что вы говорите, про монастырь это тоже, и пруд, так сказать, вот западная форма, она как раз западноевропейская форма, она и способствовала развитию, вот, собственно говоря, структурности, композиционным приемам, художественным приемам. Но они уже наработали, за три столетия, они, так сказать, наработали эту форму, это несомненно. Ну вот, это вот пиковая точка, да, Феофан Затворник замечает, что чувственность выступает одним из коренных возбудителей греха, вот этого чувственности, которую они здесь вот проявляют. Понятно, что Лиза вряд ли в эту минуту встречи с возлюбленным осознавала это, ну, и ответила, естественно, эразму взаимностью. И мы видим, что, собственно, вот здесь и на стадии сложения, когда происходит вот согласие с прежним помыслом и когда мечта уже обрела… Действие какое-то. Да, действие и воплощение. То есть тут уже, то есть вот они поцеловались, то есть уже переходит их взаимоотношение в другую совершенно. То есть вот смотрите, до этого все это было еще безгреховно. То это было только на грани помыслов. Почему вот нужно покаяние? Да, покаяния не произошло. Даже эраз говорит, ты маме-то не рассказывай о наших, потому что Лиза-то хотела поделиться. То есть, понимаете, нет не только покаяния, но даже нет признания. Да, то есть она не призналась матери, что вот у нее какие-то выстраиваются отношения. То есть вот тайна, которую вначале вот вы говорили, то есть вот здесь все это тоже интересно. Когда они начинают встречаться, тайна от матери. Или все они деревьев, старых дубов, то есть когда матушка уже пошла почивать, и так далее, и так далее. То есть тайна, потому что грех всегда стараются скрыть. И очень интересно, что это происходит на фоне дерева, точно так же, как в райских кущах. Здесь есть определенные аллюзии с библейской притчей. Соблазнение произошло как раз вот под деревом. Ну вот, да, там, так сказать, дерево познания добра и зла, и тут, так сказать, и тут тоже все это происходит. Несомненно. Но и еще вот тоже любопытно, говоря о мастерстве Карамзина. Смотрите, Эраст готов был дать клятву Лизе в своей вечной любви и так далее, и так далее. Она остановила его, то есть вот чтобы не было этого, и так ему верила. И вот происходит, собственно, из ее уст вырывается вот это определение. Уже ли ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть. Бедная Лиза, это выходит из ее уст. Это сочетание, это определение. Бедная Лиза. Получается так, опять же таки, на подсознательном уровне человек может предугадать ход развития. Другое дело, что это вот подсознательное, когда на уровень сознания не выходит, когда оценка своих поступков не производится, потому что каждый поступок он влечет за собой развитие действия. Она не рефлексирует, а только чувств. Совершенно верно. Потому что она-то поддается чувствам, абсолютно верно, вы замечаете. И поэтому рациональности здесь абсолютно отсутствует. Все чувствами. И вот, если кто-то не способен отгонять прелоги лукавого, таково, если чуть-чуть согласиться с лукавым помыслом, то тотчас, ну тотчас исповед Господь, лукавясь у корей себя, призовет ее, помнишь, как написано, исповедайтесь Господь, да и призывайте его нам, то Бог прощает его по своей милости. То есть вот, это святые отцы говорят. То есть вот, да, то, что мне говорилось, нужно покаяние. Если покаяния нет, то оно, так сказать, увлекает и и идет дальше, дальше. Простите, у меня как раз в связи с этим вопрос. А как в школе ученики это воспринимают? Ведь то, о чем говорят те интерпретации духовно-канонические, которые сейчас, вот, о которых говорит Александр Николаевич, их же в школе, как правило, не приводят. Школьники не знают их. И лишенные вот этого духовного контекста, канонического, православного контекста, это же воспринимается просто... Вынуждены оценивать просто историю девушки. Сентиментальная история, приключения, да, любовного приключения. Эрасту при встрече с Лизой показалось, что она именно то, что он давно искал. Их свидания проходили в живописных местах у реки, в Березове рощу, под тенью столетнего дуба. Безусловно, учителя все равно пытаются говорить с детьми на духовные темы как-то объяснять не только с точки зрения сентиментализма, но и с точки зрения христианства. И в светской школе, например, в государственной учителя, как правило, пользуются образом монастыря, образом Симонова монастыря, его историей. Мы видим заброшенный монастырь в начале повести, и мы знаем, что в екатерининское время произошла секуляризация, там был чумной госпиталь. И вот исходя из этого это забвение духовности как психологическая мотивировка того, что происходит с людьми. Говорят об этом. Конечно, интересно, что современные дети, они сочувствуют равно как Лизе, так и Расту. Их не смущает, что Лиза совершила смертный самый страшный грех? Осуждают, не понимают ее поступка, какая глупая, в лучшем случае, какая глупая девушка. Из-за этого не надо было, конечно. Не надо было, да. То есть, вот это вот им, такой эмпатии они не испытывают. А что касается Раста, почему ему сочувствуют? Потому что фактически воспринимают повесть некоторые дети, конечно, как исповедь раскаявшегося человека. то есть, как будто история Лизы рассказана и Растом, причем за год до его смерти, когда он все это уже пережил, понял, раскаялся, и вот он делится своим переживанием и горем с рассказчиком. Вот поэтому почему-то фигуры и Раста у них вызывают сочувствие, не меньше, чем Лиза. А он действительно кается, как православный человек Александр Николаевич? Ну, начну с того, что Раст это имя одного из 70 малых апостолов. Ну, и это во-первых, во-вторых, имя, да, тоже оно, так сказать, оно говорящее, не случайное, да, Раст. Это во-вторых. Но, в-третьих, тут, когда мы с вами наблюдаем, вот я продолжил эту вот теорию прелога, но в сокращенном виде, да, Лиза, когда теряет свою невинность, да, гром и молния, то есть, вот небо, реакция неба, развязывается, да, и смотрите, и сразу же меняются совершенно отношения между Лизой и Растом, то есть, то, что его манило, чистота девушки, ну, теперь уходит то, что называется, в привычку, и, так сказать, ничего нового он уже не получает от этих удовольствий, что было прежде, и отношения, они уже сразу резко меняются, да, хотя Лиза-то и хотела максимально быть любезной своему Расту, но, тем не менее, происходит охлаждение, и тут уже житейские обстоятельства играют, ну, на руку то, что называется, Расту, то есть, он должен идти в армию, значит, он честно признается, но, правда, мы должны вспомнить, что матушка нашла жениха Лизы, собственно, это вот как раз перед ее грехопадением, то есть, это тоже вообще-то неваловажно, то есть, по сути дела, вот Лиза перед выбором, то есть, благословенный брак, был спусковой крючок для нее, да, ну, понимаете, это свобода выбора, или благословенный, она должна была выбор, да, благословенный брак, мать благословет, да, и она заживет, ну, в общем, честным, порядочным, так сказать, человеком, или любезно ее сердцу, как она говорит, так сказать, и раз, она выбирает второе, то есть, это свобода выбора, ну, и опять же таки, вот когда свобода выбора, и человек идет этим путем, опять же таки, влеком и чувством, но совершенно не анализируя свои поступки, к чему это, к чему это приводит, это приводит, по сути дела, к трагедии, первая трагедия, да, когда она вдруг узнает, что Раст оказывается уже давным-давно в городе, что он женился, женился, опять же таки, смотрите, по выгоде, если тоже, по сути дела, предлагали выйти замуж по выгоде, потому что, вот, крестьянин богатый из соседней деревни, готовый, так сказать, ее взять, но она-то отвергла, смотрите, а Раст принял, потому что, ну, долги, так что нужно было, значит, на какой-то богатой вдовушке и так далее, и когда они встречаются, да, пелена как бы спадает, вот, впервые у Лизы, да, потому что она видит другого человека, не тот образ, который в нем сложился, а совершенно другой, и это человек, смотрите, для которого деньги оказываются важнее в отношении с Лизой, и он же хочет откупиться, то есть он дает ей деньги, то есть это тоже, в общем, показывает... Мотив денег очень часто там выставляют, это ключевой такой мотив. Александр Николаевич Островский, особенно в «Беспреданнице», мне кажется, очень многие мотивы, вот если последить фабулами. Опять же таки, о том, чем мы с вами говорили, что произведение нужно смотреть в контексте, потому что они перекликаются, потому что мотивы переходят из одного на другого, за что я люблю русскую литературу, потому что это один такой огромный пласт, да, текст, контексты, супертексты и так далее. Так вот, смотрите, вот тут происходит осознание, и, что любопытно, вот быстрее решение Лизы отдать деньги матери, то есть, в принципе, она, в общем-то, думает о матери. Там появляется вот и Анюта, как такое, девушка, которой она отдает деньги, как... Ну, смотрите, тут... Мотивировка ее освобождения от ответственности перед мамой. Тут, может быть, я бы немножечко по-другому взглянул бы на это. Смотрите, у нее, опять же-таки, есть свобода выбора. Если она думает... Она может пойти за Анютой? Да, совершенно верно. Она ее зовет к маме? Да. Да, она должна вернуться. А что делает Лиза? Вот грех перед вот такой, да, к которому приходит, человеческий грех, да, приводит к большему греху, преступлению перед Богом, потому что она кончает жизнь самоубийством. Вот это-то, собственно, самое страшное. То есть человек, который не останавливается в своих поступках, не осознает их, идет верной гибели. Раст на самом деле любил Лизу, но из-за своего разгульного образа жизни он проиграл все свое состояние и был вынужден жениться на богатой вдове. Он был до конца жизни с ней несчастен и винил себя в смерти Лизы. Да, ну вот на этом мы закончим сегодняшнюю передачу. Спасибо большое, до свидания. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин